Всем привет! Очень хочется познакомить вас, тех, кто еще не знает, с уникальным человеком. Вот сейчас я демонстрирую YouTube-канал Валерий Викторович Пякин. Кстати, ВВП. На этом канале выкладывается уникальная аналитика этого человека. Этот человек подкован с советскими знаниями. У него очень обширный концептуальный подход к тем событиям, которые происходят на нашей планете. И его задача показать как можно большему количеству людей, как все взаимосвязано. И что связь не сиюминутная, а причины и следствия тянутся отчас десятилетиями, столетиями, а то даже веками и более. И все знания, которые он транслирует, собраны огромным количеством людей, которые занимались исследованиями и исследовали архивы, исследовали истории. Эта презентация спонтанная. Она связана с тем, что у Валерия Викторовича есть цикл передач, или можно сказать, роликов под названием «Вопрос-ответ». Задаются вопросы на сайте Фонда Концептуальных Технологий. На Ютубе тоже есть канал. Вот так выглядит канал. Как раз значок под ФКТ «Фонд Концептуальных Технологий». И чтобы узнать, где находится сайт, нажимаем о канале и смотрим. Вот тут внизу, вот Фонд Концептуальных Технологий и ФКТ «Алтай ВКонтакте». Ну, собственно, ссылочки. Также есть ссылочки вот в шапке канала. Тоже Фонд Концептуальных Технологий и ВК. Ну, у Валерия Викторовича есть ссылочка на ВКонтакте, на страницу ВКонтакте. Так вот, Валерий Викторович на протяжении уже многих лет, каждое воскресенье проводит, ну, скажем так, как это назвать, встречу с людьми, где он записывает, где записывают его ответы на вопросы. Вопросы задаются на сайте. За эти вопросы, которые люди хотят задать Валерию Викторовичу, получить ответ, голосуют другие люди, которые, ну, как бы в теме и которые зарегистрированы на сайте. Там может зарегистрироваться абсолютно любой человек. И те вопросы, которые набирают большее количество баллов и которые более актуальны, вот, и связаны с событиями за прошедшую неделю, или ближайшие, которые будут, Те вопросы задаются Валерию Пякину. Иногда передача идет час, встреча иногда идет большее, в зависимости от вопросов, в зависимости от того, как даются ответы. Валерий Викторович старается как можно более подробно, доступно, четко и понятно объяснить эту связь. А поскольку он очень много знает, и он очень щепетелен в подборе слов и правильном объяснении, получается, что иногда его ответы длятся долго. Но это только по причине того, что человеку важно донести каждую мысль, чтобы люди правильно поняли. Я его очень сильно рекомендую каждому человеку, который хочет быть хозяином в своей судьбе. А это можно сделать только тогда, когда вы имеете информацию. А информация это знание. Вот поэтому Валерий Викторович Пякин свои выступления заканчивает всегда словами. Знание власть, берите власть в свои руки. Если ты вооружен знаниями, значит, ты уже наполовину победил. Сейчас информация в наше время, в наш век интернета, очень быстрой связи друг с другом принимает колоссальнейшую роль и важность. Те, кто владеет информацией, они творят историю. И более того, знание процессов, которые происходят, позволит вам планировать свою жизнь. Вы это будете учитывать и не попадете в неприятности. А если даже вы будете знать, что какие-то события неизбежны, вы сможете к ним подготовиться или каким-то образом их обойти опять на основании знаний. Ну, вернусь к спонтанности этого ролика. Вначале выкладывается видео на канале Фонда концептуальных технологий. Вот вы видите, мы тут Валерий Пякин. Вопрос-ответ от 19-го, тут от 12-го, октября, от 5-го и 28-го сентября. Это все есть в плейлистах. Потом видео еще дополнительно делится на части по отдельным вопросам. Это тоже можно все просмотреть. Так вот, по отдельным вопросам это вы можете посмотреть на канале Валерий Пякин в видеоархиве. Если вы обратите внимание, вот, например, вопрос-ответ Пякин от 12-го, октября, а потом, вот, последние ролики, это как бы два отдельных вопроса. Эти вопросы могут звучать как 12-го, октября, а также они могли прозвучать и в предыдущих вопросах-ответах. И все подписчики канала, вот, у Пякина 105 тысяч подписчиков, в фонде 106 тысяч подписчиков. Они, конечно, в чем-то может быть и там, и там, я подписана тоже, и там, и там. Поэтому я смотрю то на одном, то на другом. Если очень-очень сильно жду, я жду на фонде, на канале фонда концептуальных технологий. Вот я дождалась. И обратите внимание, что мне очень хочется показать и что говорит о важности, о нужности той информации и востребованности, которая она, которая существует у людей по отношению к этой информации. Смотрите, видео выложено 51 минуту назад. На моих часах 8 утра. Поскольку у Валерия Викторовича, он живет в Алтае, на Алтае, то там сдвиг по времени, там может быть уже ближе, ну, на 3-4 часа может быть сдвиг, больше, ну, то есть ближе к обеду. В любом случае, видео выложено. И вот, смотрите, уже 4,9 тысяч просмотров. Это потому, а вот я зашла, нажала, посмотрите, на самом деле это более актуальная информация. 5 тысяч 540 просмотров. Всего 50 минут назад выложен ролик. Вот задумайтесь, нужна вам такая информация или не нужна. Может быть, вы поначалу, вам немножко будет сложно разобраться, потому что ссылаются на какие-то вещи, которые, возможно, с которыми вы еще не сталкивались, какие-то понятия. Фонд концептуальных технологий на сайте имеет собственную библиотеку. Можно найти в интернете. И если вы зададитесь целью, вы найдете первоисточники, на которые ссылается Валерий Викторович Пякин. Вы можете найти ролики людей, о которых он говорит. И прежде чем делать свой собственный вывод, нужна вам эта информация или не нужна, вы когда будете слушать, обращайте внимание на суть того, что говорит Валерий Викторович. Может быть, кому-то не подойдет его манер говорить. Может, кто-то будет с ним спорить. Но прежде чем спорить, вы хотя бы послушайте несколько его вопросов-ответов. Послушайте вот отдельно на его сайте. Вы можете всегда зайти и посмотреть темы, на которые он говорит. Вот тут администратор выложен, например, планы глобальной элиты. Планы глобальной элиты, мистификации, это история, власть в России, концепция общественной безопасности, бывшей республики СССР. Вот ситуация в Белоруссии, это актуально. На Украине, ну, идут подписки. Также вы можете зайти и посмотреть плейлисты. Плейлисты более информативны. Вы видите, сколько выложено тут конкретно роликов. Вы тут можете выбрать то, что интересует именно вас. При желании вы потом можете пересмотреть все. Многие так и делают. Я тоже к этому пришла. Послушала одно, другое, поняла, что то, что человек говорит, специфически, возможно, говорит, где-то эмоционально говорит. Но этот человек подписывается под каждым своим словом. Этот человек – патриот страны. Этот человек очень сильно любит людей. И он несет справедливость. Это то, что он говорит, откликается на моем генном уровне, на моей душе. А я, по сути, славянских корней. Но то, что он говорит, я думаю, важно не только для людей славянской национальности. Или, скажем так, не только для людей, живших на территории бывшего Советского Союза. Это важно для каждого человека, живущего на планете Земля. Это очень важно. Что я вам могу еще порекомендовать? На сайте Фонд Концептуальных Технологий в плейлистах есть больше роликов и видео, связанных с вопросами и ответами. Тут материалы сгруппированы по годам. Вот видите, например, сейчас идет вопрос-ответ 20-й год. Есть семинары. Есть вопрос-ответ за 19-й. Вот за 18-й, за 17-й, за 16-й, за 15-й год есть. За 14-й, 13-й, 12-й год семинары еще идут. Вы можете послушать, когда Валерий Викторович ведет семинары для уже взрослых людей. Они более продолжительные. Они обучающие, информационные. Они бесплатные. Кто захочет, тот может купить книгу. Есть серия книг, которые рекламируются в начале ролика, вот особенно в последнее время, в начале ролика «Вопрос-ответ». Эти книги касаются объяснения исторических моментов, которые произошли. Как их правильно оценивать, на что обращать внимание. А также дается анализ того, что от нас скрывают. Дается очень щепетильный анализ. Дается анализ беспристрастный. И очень честный. Поэтому еще и еще и еще раз. Очень сильно вам рекомендую. Ищите на ютубе «Фонд концептуальных технологий». Или запрос «Пякин. Вопрос-ответ». Или просто запрос «Валерий Пякин». Ссылок будет много. Поэтому заходите. Слушайте. Тут не смотреть, тут нужно слушать. Слушать и думать. Это не легкое, скажем так, чтиво, скажу. Или прослушивание. Такое, знаете, жвачка для мозгов. Тут нужно думать. Если необходимо, мы же всегда можете остановить, вернуться, переслушать. Вы можете слушать в любое время. Идя на работу, находясь в транспорте. Но не тогда, когда вы сидите за рулем, и вам нужно думать мозгами и следить. Потому что, когда вы слушаете Пякина, нужно быть внимательным. Потому что это учитель с большой буквы. Можно так сказать. И мне очень хочется пожелать каждому человеку, который услышит меня. Возможно, перейдет по ссылкам. А я под роликом, конечно же, дам прямые ссылки на вот эти два канала. Мне очень хочется пожелать, чтобы мы были информационно грамотными. Чтобы информацию, которую вы получаете, вы могли оценить с точки зрения правдивости или нет. Сейчас это называется фейк. Раньше это называлось утка. То есть обман намеренный. На эту тему можно много говорить. Можно говорить сложно, можно говорить просто и легко. Но современные средства связи сейчас дают огромные возможности для того, чтобы скрыть правду, ввести в заблуждение, подменить понятие, 95% написать правды, а 5% извратить. И потихонечку, потихонечку отнимать у нас нашу историю, наши сказки, наш менталитет, нашу мудрость, которая собиралась веками. Сейчас уже начинают посягать на пословицы и поговорки. Очень многое, что подменяют. Если вы не будете это понимать, если вы не будете обращать на это внимание, вот эти змеи заползут потихоньку, и вы даже не обратите внимание, как мир вокруг изменился. Как решили за вас, как с вами не посчитались. Вот чтобы не было такого, несите ответственность за свои решения. А чтобы нести полную ответственность, нужно быть информационно-грамотным. Учитесь быть информационно-грамотными. Учитесь сами. Потому что кроме вас, этого вам никто не даст. Я имею в виду официальные органы, официальное обучение и тот посыл, который сейчас дается в обществе и который касается будущих поколений. Пожалуйста, родители, задумайтесь о том, в каком мире будут жить ваши дети. Бабушки и дедушки, у вас есть опыт. Делитесь им со своими детьми и со своими внуками. У вас есть больше времени. Слушайте, рассказывайте своей семье. Обсуждайте то, что говорится. Пробуйте применить в своей жизни. И понемножку, потихоньку вы научитесь отличать правду от лжи. Именно информационную. Это на самом деле не так и сложно. И я уверена, что каждый на это способен. Потому что у каждого человека внутри есть душа и есть совесть. И каждый из нас хочет быть понятым, принятым в обществе, чтобы его любили и понимали. И все мы так или иначе всю жизнь связаны с человеческим обществом. Так давайте экологически подходить друг к другу. Давайте не желать ближнему своему того, что вы не хотите по отношению к самому себе. Или к самой себе. Это же так просто. Очень просто. Пока.